Выпускалось с 98 по 2000 год. Помимо этого сета, данный череп встречался в двух комплектах. Давайте мы с вами откроем, что у нас внутри. Отнутри пакетики, ну это реально просто. И это супер прикольно, почему сейчас такое не делают. Та чем-то китайшему напоминала, а здесь прям супер. Всем привет, это Warlords. Сегодня видео про легендарную серию Castle. Мы с вами поговорим о некоторых комплектах. И самое главное, я вам покажу комплект, который у меня есть. Это горная крепость троллей, о которой я раньше мечтал. Но как-то вот у меня в коллекции не появилось. Уже набор перестал продаваться. И помните, я вам рассказывал про сайт Лего Раритет. Где можно купить старые наборы. Так вот, сразу после видео я туда зашел и выбрал набор. За один день мне его доставили, посмотрите. Это горная крепость троллей из финальной линейки 9-го года. И это один из самых классных комплектов серии. Когда мне пришло это все, я, во-первых, был рад, мне подарок положили. Между прочим, брелок 2001-го года из серии Racers. Но это не главное. А главное то, какая была коробка. Я очень, на самом деле, удивился, насколько в хорошем она состоянии. Этой коробке почти 11 лет. То есть набор 9-го года, а сейчас практически 20-й. Ссылки на сайт я оставлю в описании. Ну и я, конечно, думаю еще что-то у них приобрести. Прежде чем детально смотреть на этот крутейший набор, хочу напомнить. Серия Castle была, да и, в общем, остается одной из самых больших среди всех серий Лего. В нее входило множество подсерий. А всего было выпущено около 300 различных наборов и полибэгов в рамках этой серии. Конечно, сегодня я не смогу вам рассказать о всех комплектах. Но, думаю, какая-то информация вас удивит. Итак, первый набор был выпущен в далеком 1978 году. Это был легендарный Желтый Замк. Сейчас, наверное, вас удивлю, но последний набор из серии – это наборчик 16-го года, который выдавался за покупку на сайте Лего. Прикольный такой набор, который показывает своего рода историю Лего-рыцарей. Как я сказал, в серии было очень много различных подсерий. Одна из тех, что может вас удивить – это Ниндзя. Выпускалась с 1998 по 2000 год. И, если можно так сказать, это зарождение серии Ниндзя. Посмотрите на набор 4805 Ниндзя-рыцарь. Приобрету некоторые наборы из этой серии. Хотите ли посмотреть – пишите. Среди других подсерий, конечно, нужно отметить Найтс Киндом. В рамках этой подсерии было больше 60 комплектов. Кстати, один из самых крутых наборов у меня есть – это Замок Короля Лео. Ну и совсем недавно в рубрике Лего Ностальгия я делал обзор на два набора из этой подсерии. Кто не видел – посмотрите. Ну а сегодня говорим о серии Фэнтези Эра. Первые наборы вышли в седьмом году, а последние – в девятом. И сегодня как раз я покажу самый большой набор из волны 2009 года. Отмечу самый значимый, на мой взгляд, комплект. И всего в серии был 21 набор. Вот первый – это Замок Королевский. Здесь скелеты с драконом на него нападают. Ну, конечно, замки – это всегда масштабный. И вот этот замок был самым большим в данной серии. Далее набор Атака Корабля Скелетов. Мне нравится, мне по душе все здесь как сделано. И прикольный корабль у скелетов, и оборона форта. Но это как-то необычно для серии Кассел, что здесь замок рядом с водой. Шахта Гномов. Тролли нападают на данную шахту. Здесь гномы добывают ценные руды, которые используют для создания оружия, брони и прочего. Корабль Троллей. Чем-то напоминает орков корабль по Властелину Колец. Здесь отмечу рыцаря, летающего на драконе. Самый такой классический комплект с антагонистами. То есть их крепость выглядит как большой череп. Здесь мы видим злого колдуна, который призывает, видимо, дракона, который охраняет как раз все это место. Коробки в худшем состоянии можно найти и 2019 года. А здесь разница 10 лет. Здорово, я вот вскрыл. Давайте мы с вами откроем, что у нас внутри. Внутри пакетики, как и сейчас. Все еще и пронумерованы. Давайте я все это буду высыпать. Много, на удивление, для 844 деталей содержимого что-то улетело. Но из того, что тут есть, это тролли. Вот эти вот тролли. Два тролля, да. Ну, пакеты, понятное дело, детали скал. Инструкции внутри погнулись, но тем не менее сет новый. Вот сзади крутой, вы видите, кадр с этим комплектом. Какую-то крепость и также вот пейзажи. Давайте откроем, что у нас тут, ничего. Значит, все шоу будет во второй инструкции. Я на это... Блин, я на это... А, есть, ура. Все-таки какие-то комплекты увидим. Этот у меня был. Единственный вроде по кассу старому с колесницей короля. Вот здесь у нас скелеты, андеды. Здесь наш комплект. Виды перестройки. Прикольно. Хочу посмотреть, реально, что там будет перестраиваться. И все, вот этот комплект. Супер круто, что эти пакеты у меня все закрыты. Я пошел собирать. Жду не дождусь. И сейчас вот с вами будем уже смотреть на все это в собранном виде. Набор я собрал. Давайте начнем мы с отряда рыцарей. На фигурке будем смотреть поэтапно. Вот три рыцаря. Все три немного друг от друга отличаются. Два более-менее базовых. У одного щита и меч. У другого вот такое удлиненное оружие, типа, наверное, алебарды какой-то. И вот у третьего уже что-то более интересное. Вы видите, у него броня. Вот принт на доспехах. Шлем закрытый. Также щит уже вот такой вот интересной овальной формы. Интересный, наверное, самый классный из всех этих рыцарей. И помимо всего у них есть лошадь. Можно вот эту белую часть вставить вместо седла. Такая фишка раньше была, чтобы сделать ее дикой. И также можно снять, превратив ее в обычную лошадь из рыцарской. Продвигаемся к замку. Центральную часть занимают массивные ворота. По бокам идут две главных смотровых башни. Начнем мы именно с ворот. Ну, во-первых, двери вот эти, естественно, открываются. Здесь можно отметить когти. Они будут здесь везде. Вот эти кости. Помимо всего прочего доски. Вот так вот неряшливо здесь расположены. Чуть повыше мы можем отметить крутейшую деталь черепа. Помимо этого сета, вот данный череп встречался в двух комплектах. И у меня, насколько я помню, вроде деталь-то была из комплекта про пиратов. Далее. Здесь есть топоры два. И служат они, ну, наверное, если человек зашел, они будут служить ловушкой. Далее предлагаю смотреть на башенки. Начнем с той, что находится слева. Во-первых, пещеры. Всего есть две пещеры. Для этих я их буду называть осадных троллей. Это была жемчужина армии троллей. Как бы, естественно, они смотрятся очень прикольно. Даже сейчас мне нравятся. Здесь их герб. Также вот здесь присутствует символика. В качестве оружия вот эта вот деревянная дубина. Ну и смотрится такой очень мощно и устрашающе. На самом деле, вот мне очень нравится тот, который был, кстати говоря, в шахте гномов. Там он был карамельного цвета. Самый прикольный. Внутри ничего нет. Просто небольшой выступ, чтобы сюда вы поместили тролля. Тут они стоят очень прикольно. И на самом деле очень сильно улучшают внешний вид спереди. Вот прям без них было бы гораздо хуже. А вот здесь тролль песочного. Мне он нравится, конечно, больше. Здесь очень гармонично смотрится песочный в сочетании с вот этим бронзовым. И да, они, естественно, ничем кроме цвета не отличаются. Оба, кстати говоря, эксклюзивные для этого комплекта. Ну, болотный меня смутило. Был реально похожий. Но там небольшие отличия все-таки имеются. Смотрим далее на эти башни. Ну, дизайн, честно, прикольный. Несмотря на, конечно, вот про весь комплект, можно сказать, такое чувство недоработанное чуть-чуть самоделкой. Из-за того, что много пинов открыты. Где-то довольно спорные решения. Тем не менее, создаются ощущения, что реально эта крепость была выбита в скале. Здесь много скошенных элементов, которые символизируют, да, что это от весны на самом деле скалы. Поверх деревянные элементы наложены. Чем-то напоминает небольшие поселения орков, защищенные в Скайриме. Там что-то, ну, чуть-чуть не это напоминает. Помимо всего прочего, здесь есть растительность, как будто со скал свисает. И над каждой башней имеется катапульта, стреляющая вот этой черной деталью. Затем, что прикольно, обе башни можно отсоединить от ворот. Делаем это раз и два. Здание все вот это у нас модульное. Это супер круто. Вы можете его перестраивать. Давайте я сейчас, прежде чем двигаться дальше, покажу, что именно здесь модульное. Мы отсоединили ворота. Вот эту часть тоже мы отсоединили. Кстати говоря, вот таким вот образом это можно закрыть, если вдруг интересно. Даже такое чувство, что это можно было делать функцию, как оно сейчас прикольно закрывается. Ну а так, зачем все это? На коробке даже сказано, что вы можете каким-то образом все здесь перестраивать. Затем, смотрите, мы делаем вот так. Давайте я сейчас быстро вот это сделаю. Вот, смотрите, переставляем, допустим, эту часть сюда и потом уже саму башню. Посмотрите, ну это реально просто. И это супер прикольно. Почему сейчас такое не делают? То есть, если вы можете как-то креативно проводить время с набором, это огромный плюс. И если у вас есть два таких сета, то это прям бомба. То есть, такую вот главную башню, как я потом буду вам показывать, можно их сделать две и поставить по бокам. Или просто четыре вот таких, чтобы были, чтобы это выглядело реально законченно. Главный минус для меня этого комплекта, он в форме трапец. Я бы хотел видеть прямоугольник. А здесь какая-то форма слегка странная, вот мне это не особо нравится. Я бы хотел более классический формат, реальной такой крепости. И чтобы еще две таких башни было. Ну это я уже сказал. Теперь смотрим на набор сбоку. И здесь, ну мне, во-первых, не особо нравится, как смотрится эта часть. Немного неаккуратно. Но можно отметить тролля. Он вроде бы не уникальный. Встречается еще в комплектах. У него шикарный шлем. Неплохие для своего времени принты. И если это, ну оружие, наверное, можно назвать каким-то ятаганом. Потому что на меч слабо похоже. То да, вот такой вот у него есть интересный клинок, который раньше очень часто в разных сериях встречались. Неотесанный, ну как и сам его владелец. С другой стороны все то же самое. Тоже у нас есть тролль. Но уже с другим принтом. В более неплохих, мне кажется, доспехах. Вот эти два тролля и еще один из рыцарей, как написано на одном очень популярном сайте по этой теме, являются не уникальными. А остальные фигурки, в общем-то, на самом деле уникальны для этого комплекта. Что очень прикольно. А теперь я вам предлагаю заглянуть во внутренний двор. И оценить, что здесь есть. Для этого мы раскрываем, наверное, вот здесь. И поворачиваем. Блин, ну для игры было очень прикольно, конечно. Ну а так внутри мало чего интересного. Лестница, бочка. В смотровых вышках можно, допустим, установить вот такую штучку. Здесь ключ и копье. Ее можно переставить в любое место. Можно вообще рядом поставить. А внутри оставить место больше для фигурок. Справа есть такая же, но там копье плюс орочий клинок. И еще одна бочка есть в самом конце. А в общем-то и все. Ну, вы можете сами, конечно, что-то здесь дорабатывать. Обращаю внимание, поскольку набор такого чувства, да, сделан в скале. Здесь очень много деталей скал. Больших, которые служат основой. И поменьше, которые украшают внутренний двор. Мы же с вами перемещаемся к главной постройке. Это башня. Первый этаж. Здесь небольшая пещера. Полностью пустая, к сожалению. Но здесь имеется лестница. Здесь орочий маг. Может, женщина, скорее всего, как я понимаю. Ну что, как бы, орочий колдун. Это как, видимо, гулдан был для орды орков в Варкрафте. Ну здесь вот колдун-тролль. У него посох с зеленой молнией. Такая встречалась в комплекте пониндзяга со спиннером. И, помимо всего прочего, сама фигурка, можно отметить, сделана безумно прикольно. Мне нравится, здесь имеются какие-то вот украшения. Ну, талисманы, амулеты какие-то. Капюшон встречался в пяти наборах. Четыре это ЗВ и один вот этот. Также плащ встречался вот этот, как я понимаю, только в Фэнтези Эре. А более бордовый еще и в Чиве. Так. Ну, по фигурке данное все полностью. Мне она нравится. Она прикольная. Правда, посох, возможно, я бы хотел чуть поменьше. Принципиально он смотрит уж слишком длинным. Здесь небольшая комната колдуна. Можно отметить шар. Какой-то магический артефакт. Может, типа того, что был у Сурумана, с помощью которого он связывался с Сауроном во Властелине Колец. Здесь также паук, летучая мышь и две склянки. Далее мы смотрим на темницу. Расположена она, ну, на верхушке. Я не знаю, правда, как до нее добираться. Это не особо продумано. Но, тем не менее, здесь есть король. Не знаю, чем он уникален. Точно такой король встречался и в Колеснице, и в Королевском замке. Но, возможно, что-то да его выделяет. Шикарные доспехи. Просто шикарные. Корона прикольная. Блестит золотом. Но ему бы, честно, пошла больше не такая корона, или как меч вот в таком цвете есть, а золотая по цвету доспехов. Было бы совсем супер. Темница открывается. Чуть повыше обратите внимание. Щит, он не уникален. Это принтованная деталь. И это, соответственно, для троллей с их символикой. Кстати говоря, можно тут отметить, что сзади можно вот эту часть снять и разместить сюда короля. Да, так, конечно, гораздо удобнее, нежели если вы через дверь должны были его сюда засовывать. Ну и напоследок, наверху расположен король троллей с эксклюзивной короной. Эксклюзивной в этом цвете. И она гораздо круче, мне кажется, чем та, что была у короля. Та чем-то китайщему напоминала, а здесь прям супер. Ну и сам король, кстати говоря, непростой. У него одного глаза нет. Ну, принт спереди, на самом деле, немногим отличается от обычных троллей. Но он выезжает за счет, ну да, плаща, как у колдуна. И, конечно, за счет короны. Сразу видно, что он тут главный. Не хватает, правда, наплечников. Как мне кажется, с ними было бы чуть поинтереснее. Вот такая серия раньше существовала. И на самом деле она была классной. Да, есть, вот вы видите, какие-то недоработки в том комплекте, что я вам показал. Но, тем не менее, главная была история. Был сюжет. В этот мир хотелось погружаться. Хотелось его дополнять. И хотелось бы в будущем увидеть таких существ, как, допустим, эльфы, темные эльфы. Что-то типа такого, чтобы этот мир продолжал процветать. И наборы по современным меркам были бы крутые. Ну, то есть, детали там новые и так далее. Пишите, что думаете, как вам комплект, как вам серия. Поддерживайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok